Ну, я от себя скажу, что медитация – это вообще очень такое расширенное понятие, и каждый человек, он под этим словом может понимать что-то, но учителя говорят, что в первую очередь нужен объект медитации, на что мы медитируем. То есть есть материальная медитация, есть духовная медитация, и в общепринятом смысле медитация – это способ достижения чего-либо через внутреннее действие, то есть внутреннее сосредоточение на каком-то объекте для того, чтобы впоследствии его достичь. Это в общем. Она может быть и в негативном, и в позитивном аспекте, но… Нас интересует, на самом деле, мы столкнулись с такой ситуацией в этой жизни, что большинство людей в этом мире практически даже не знают цель своей жизни, практически не знают цель своего предназначения, практически не знают, к чему стремиться нужно. Второе, с чем мы столкнулись, что те люди, которые, казалось бы, и поставили себе какую-то цель, там, материалистичную или духовную, вот, и хотя они всеми силами пытаются ее достичь, но практически они не знают, как ее достигнуть, то есть нету средств для того, чтобы ее достигнуть. И третья проблема, с которой столкнулись, то, что даже достигнув какой-то цели, люди не знают, что с ней делать. Знаете, вот кто-нибудь есть из присутствующих, кто четко знает, какова его цель или ее цель. Ну, нас больше интересует такая вот нормальная цель жизни, да, вот такое предназначение, скажем, человека, потому что, понимаете, в чем дело, ну, у людей просто краткосрочная цель какая? Ну, купить новые ботинки, да, там, вот, ну, заработать на машину, к примеру, там, да, ну, построить дом. А вот конкретно вот такая глобальная цель, вот, ну, знает ли кто-нибудь вообще, что мы хотим? Ну, это уже как бы что-то. Тогда второй вопрос, а как? Третье, что это будет, да? Ну, есть еще у кого-то вот девушка, просто она, у нее есть какая-то вот вообще зацепка за эту жизнь, потому что, ну, большинство людей, просто это, я не то, что, ну, люди там хорошие или плохие, просто это общая проблема, понимаете, не то, что там на Украине или там в России или где-то еще, это проблема, она повсеместная, люди не знают, что сами хотят. Понимаете, о чем речь? Просто, ну, это очень важно, потому что если человек, у него нет никакой цели в жизни, ну, тогда, соответственно, он... Ну, у меня другой вопрос, может быть, он не совсем связан, есть кто-нибудь, кто не верит в реинкарнацию? То есть вы думаете, что реинкарнации не существует? Ну, хорошо. А все остальные верят, да? Ну, в принципе, да. Это, вот в наши, если бы, ну, в 90-е... Многие даже, может быть, сказали бы, что не знают, что это такое реинкарнация. Но в наше время, на самом деле, такой момент, что, ну, это очевидный процесс, потому что его даже доказывать не нужно, потому что это, ну, очень естественно. И просто человек, если он изучит немножко законы Вселенной, законы материального взаимодействия, он поймет, каким образом мы постоянно реинкарнируем. Поэтому, ну, то, что мы что-то не знаем, это не... В конце концов, ну, мы рано или поздно... Вопрос всегда заключается, что мы должны дать возможность чему-то неизведанному влиться нам. И поэтому для того, чтобы сдать этому возможность влиться нас, мы должны, ну, признаться, что мы очень мало что знаем вообще об этой жизни. И что этот мир, которым мы находимся сейчас, вообще, на самом деле, не есть то, что мы... Это совершенно другой мир. И есть такой момент, что каждое живое существо, каждое живое существо, в принципе, в принципе, оно способно по определению знать об этом мире все, знать о себе самом все, знать, ну, скажем так, быть всеведущим и всезнающим. Не быть Богом при этом, потому что мы не можем быть Богами. Но так как мы являемся частичками его трансцендентной энергии, мы, в принципе, обладаем всем богатствами, которым владеет Господь. Но почему у нас нет доступа к этому? Почему мы не понимаем, что есть что на самом деле? На самом деле, ответ простой очень, невежество. А? Ну, мы не хотим это как следствие, то есть нежелание вообще заниматься чем-то ценным и подлинным, это следствие нашего невежества. То есть невежество, из чего состоит невежество? Ну, вообще, вот тело, тело, это показатель нашего невежества, то есть материальное тело. То есть каждое живое существо обладает трансцендентным телом. Но в данный момент времени мы находимся в материальных телах. Вот. У нас есть допущение, что кто-то есть в трансцендентных телах, живет среди нас, но просто находится в материальном плане бытия, в материальном теле, то есть в материальном биороботе. Для него нет понимания, что такое жизнь на трансцендентном плане. Но мы все обладаем трансцендентными телами изначально. И вот наши тела, тела, это как некая болезнь, некая болезнь, которая, как экзема, которая выросла на нашем трансцендентном теле, и мы вынуждены пользоваться тем, что мы имеем. И вот медитация — это одно из средств, одно из средств, позволяющее, позволяющее понять, кто мы есть на самом деле. Это первый вопрос. Потому что вообще цель человеческой жизни, вот если в общем брать, очень в общем, первый вопрос, который мы должны задать себе, и первый цель, который мы должны поставить себе, это ответить на этот вопрос, кто мы есть на самом деле. Потому что пока мы на этот вопрос не ответим сами себе Пока мы не найдем на него ответ В принципе, наша жизнь, она будет бессмысленна Как говорил наш классик Будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы Когда-то Потому что, ну, как говорят наши учителя Что рано или поздно, рано или поздно Мы вынуждены будем столкнуться с такими проблемами жизни Как болезнь, старость и смерть Потому что никто, ни один из людей, живущих в этом материальном мире Этого не может избежать И поэтому мы будем проблемой И если мы не займемся вот этим вопросом Не ответим себе на этот вопрос, кто я Тогда можно сказать, что мы бессмысленно прожили свою жизнь Скорее всего, мы получим рождение в более примитивной, скажем так, форме жизни Второй вопрос, который живое, что должно себе поставить перед собой Это что из себя представляет этот мир Это очень важный вопрос Потому что если мы думаем, что здесь крутится все вот так вот То мы глубоко ошибаемся И когда мы начнем изучать этот мир Своей подлинной сути Мы придем к очень удивительным вещам К очень удивительным открытиям И третий вопрос Третий вопрос Это вопрос Как мы должны с этим миром взаимодействовать Это самые начальные, самые вот Общие цели, которые Ну, просто если у человека нет цели Но он ищет ответы на эти вопросы Как найти цель, как найти свое предназначение Как найти счастье в жизни Как действительно быть счастливым в этой жизни Человек, он задастся этими вопросами Понимаете, мы придем к этому вопросу И наши учителя, они говорят, что Нужно научиться думать над этими вопросами Нужно научиться размышлять над этими вопросами Потому что если мы не размышляем над этими вопросами Мы размышляем над чем-то другим И эти другие вопросы, они временные и бесполезные То есть, как говорят просто, стуэта, стуэт Понимаете? И в чем смысл заключается? Что мы все знаем, но не имеем доступа Не имеем восприятия Не имеем восприятия самих себя Не имеем восприятия подлинной понимания, что такое материальная энергия Мы не имеем понимания, что такое духовная энергия Мы не имеем понимания, что такое духовная жизнь Мы не имеем понимания, что такое духовная практика То есть много чего не понимаем Ну и в принципе, если мы соглашаемся, что мы не понимаем Но у нас остается при этом желание Ответить на эти вопросы Тогда мы не совсем в безвыходном положении Тогда мы рано или поздно Придем к тем Кто научит нас Как обо всем этом узнать И в принципе, нужно понять один момент Что об этом невозможно узнать в книжках Об этом невозможно узнать в интернете Об этом невозможно узнать на лекциях Потому что все, с чем мы будем соприкасаться На этом плане Это будет некое внешнее получение информации Но информация нас не интересует Потому что информация Это нечто непроверенное Мы всегда будем спрашивать друг у друга А вот видели вы Бога А сами вы достигли самореализации А сами вы поняли, что такое Духовный трансцендентный мир Это все бесполезные вопросы Почему? Потому что пока душа сама по себе Не соприкоснется с чем-то подлинным Чем-то реальным Для нее любой ответ будет непонятен Скажем мы, что мы не видели Бога Вы скажете, а может вы обманываете Просто не хотите нам говорить Скажем, что мы видели Бога Так как человек не видел Бога Он тоже скажет, наверное, обманывает тебя Я же не видел сам Бога Потому что как этот человек может видеть Бога Поэтому все это нас не устроит Любой ответ, который звучит со стороны О каких-то духовных откровениях Или духовных реализациях Он на самом деле для всех остальных Он бессмысленный Более того, когда человек начинает заниматься Подлинной духовной практикой Он постигает нечто свое собственное Эксклюзивное То есть те откровения, которые живое общество получает Они только для него Как вы можете помнить в фильме «Матрица» Когда он пошел на беседу с этой пифией Она ему что-то сказала Он сказал, что это только для тебя Не нужно мне ничего говорить Потому что это твое откровение личное Ты будешь с этим жить Мое откровение – это мое откровение Поэтому мы не призываем здесь людей Вступить в какую-то секту Изменить свое сознание Начать менять свою жизнь Мы призываем людей пробудиться Пробудиться для самих себя Потому что это то, о чем мы сейчас говорим Никому не нужно, кроме нас самих Я, например, говорю об этом Потому что это моя форма медитации Потому что медитировать можно разными способами Девушка, она правильно сказала Можно медитировать сидя Можно медитировать в действии Можно медитировать еще как-то Но практически на самом деле Вся наша жизнь должна стать медитацией Должны погрузиться в свое внутреннее «я» В свое внутреннее осознание И понять, кто мы То есть я представляю этот мир Каковы наши взаимоотношения с этим миром И дальше вопросы поют другие Откуда этот мир взялся? Кто его создал? Кто за всем этим стоит? И можно ли с тем, кто за всем этим стоит Заключить какие-то взаимоотношения? Узнать, кто он на личностном плане Кто он на безличностном плане? Еще много вопросов у нас может возникнуть И вот медитация Она позволяет нам Нам на все эти вопросы ответить Потому что в процессе медитации Все наше невежество, которое окутывает нас Оно постепенно-постепенно начинает спадать И то, что нам казалось непонятным И сложным становится просто очевидным Это понятно, о чем мы сейчас говорили? Поэтому давайте вот на этом этапе Просто мы предложим помедитировать Потому что нужно много об этом говорить Но это все рекламная акция Самое главное, это на самом деле Ну, заниматься этим Понимаете? Причем Еще такой момент хотелось сказать Что медитация Медитация, она Неразрывно связана с мантрами Понимаете, да? Что такое мантры? Мантры бывают разные Их много И каждая мантра Каждая мантра Она в себе имеет семя Семя, то есть Семя медитации И самое главное в мантре Это имя Мантры могут быть похожие Но если одно имя заменить другим То, соответственно Медитация будет приводить К совершенно другому результату Есть много различных мантр Но Маха мантрой Для Кали и Юги Считается Харе Кришна Маха мантра Есть кто-нибудь Кто не знает Эту мантру? Не знаете, да? Ну, мантра звучит просто Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Харе Очень простая мантра Можно кто-нибудь сказать Что нужно делать Во время повторения мантры Или медитации на мантру? Слушать, правильно То есть Во время медитации Повторения Нужно пожертвовать свой ум То есть Нужно отключить Свой ум Своё сознание И просто слушать Внимательно слушать Там звук Потому что В чём наша проблема Мы можем правильно Ум Сосредоточен На внешних вещах Наш ум Постоянно думает Он постоянно думает О свете О газе О детях О родственниках О друзьях О ссорах О дружбе О счастье О удовольствиях Ну, а много Тому же дума Ум Он такой Как Кришна говорит Бхагавадгите Криарджуна говорит Кришне Ум подобен ветру Его невозможно остановить Он постоянно Стремится На что-то Сосредоточиться И вот это вот Стремление ума Сосредоточиться На каких-то Внешних Материальных Объектах Суета Сует Оно Заставляет Вернее Не заставляет А порождает Бесчисленное Количество Материальных Объектов Которые На самом деле Нам совершенно Не нужны И эти Материальные Объекты Становятся Миром Мы здесь Застреваем Очень-очень Надолго Поэтому Мы сейчас Немножко Попоем Мы разные Мантры Поем Потому что Мы можем Потом объясним Почему В процессе Просто Мы иногда Пишем Мантры Но мы сейчас Просто Не взяли С тобой Ничего Поэтому Я думаю Запомните Кто не знает Эту мантру Закрывайте глаза Ни о чем Не думайте Просто попробуйте Ни о чем Не думайте И внимательно Слушать Сам звук Джая Шри Кришна Чайтанья Прабуни Пьянанда Чайтанья Прабуни Пьянанда Прабуни 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 Адвайтагагатхарашримасади Шригора Шригора Бахтаврин Шригора Бахтаврин Шригора Субтитры Прабуни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 И я вот пришел, как бы, услышав эти вопросы, задать их в присутствующем студии с нами, с другим гостям. И мне почему-то кажется, что вот у Анжели за время практики, особенно в вашем обществе, сейчас есть какой-то очень свежий, очень интересный ответ на вопрос, что же из себя представляет реальность, которая нас окружает. Подождите, дадим мне возможность на него ответить. Ну, понимаешь, я вот, наверное, не так часто мне приходится участвовать в ток-шоу, я поэтому не знаю даже формат, как он проводится, обычно приходится лекции давать. Вот, поэтому ты иди уже, как, чтобы это было. Я сомневаюсь, что в вашем присутствии мы начнем с самого главного, с практики. Вот, я сегодня упоминал, что Махарадж, он пришел в такой духовный подвиг, как это, ну, как определил нашу жизнь со стороны, да, он сказал, что силой своей веры, силой своей волны веры Махарадж построил Ашраму в Ахайде. И вот пока Махарадж спел, у меня, ну, просто такой режиссер-слуг нарисовал такую картину, как Махарадж сидит в таком горах, что открывает карибистом Махамандру, и в какой-то момент он просто открывает бодрак и видит, что вокруг него стены Ашрама, который построился в тот момент, когда он молился. Вот, а также, когда мы практикуем, Махарадж, он это говорит, что появляются люди. И пока сегодня вот мы практиковали телю Махамандру, появился диджей Парабьема, который приехал сюда специально из сменистского, у него... Сменистского. Ой, из житомер. Сменистский житомер. Да, так, давайте, друзья, тоже поприветствуем его. Действующая тематика сегодня, он имеет непосредственное отношение, он человек, который вообще живет музыкой, да, живет в мире музыки, он знает много о многих успешных музыкантов, которые вызовут тренды, музыкальные направления и так далее, но у него есть внутренняя йога, некая внутренняя связь с очень высоким глубоким чувством, и эту свою внутреннюю связь он распространяет через свои депутатские эстетки. Вот, я думаю, что сегодня у нас будет возможность немного его послушать. И я все-таки, я думаю, что Анжелина надеется, что я отойду от вопроса, который я ей задал, вот, но я все-таки еще раз его озвучу. Анжелина, твое мнение на сегодняшний момент, что же из тебя представляет реальность, которая может находиться? Я понимаю, это я так сильно не читала. Ну, просто вот, как сказал Махарад, мой опыт восприятия, это мой опыт. И то, что, как бы я скажу, он является, как бы кому-то перенесется, вот, ну, и в священном состоянии, в принципе, если мы будем медитировать, мы можем это послушать, что в этот мир, ну, в какой-то мере мы здесь, как маленькие такие боги, да, и мы можем здесь что-то как все-таки творить, почему-то говорят, потому что это как, ну, как игра, можно сказать, такая, знаете, как мы играем на компьютере, вот. Мы-то можем сюда... То есть, если я могу выбрать какого-то персонажа, который нам нравится, ну, соответственно, или там, кто-то хочет быть красивой девушкой, кто-то хочет быть, там, графом, соответственно. Вот мы вот на это медитируем, постепенно, вот даже если мы замешаемся, вот такими дитациями, там, хотим, там, быть красивой девушкой с этими волосами, это все подвижается. То есть, если мы зададим каких-то желаний, мы о чем-то думаем, ну, как бы, если в какое-то время это все воплощается. Ну, эта реальность, она в какой-то степени, как бы, есть зона нашей кармы, конечно, до какой-то степени мы можем что-то справа в дело двигаться. Ну, и есть также другая зона духовной реальности, в которой мы довезем жизнь, ну, поэтому мы это можем почувствовать на своем опыте, это самое важное, потому что то, что мы рассказываем одну, вот, и очень важно, какой медитацией мы занимаемся, и как вообще это возможно воспитывать и понять. Потому что, например, когда я сказала, в медитации в основном я находила, что, ну, там, медитирование себя, там, вот, на точку груди, вот, там, штуку, лапу, вот. Ну, допустим, у меня получалось, когда это длинуто, это, в любви себя, это обычно слушать просто свой ум и вот это подключить строку, и вот эти все-таки проблемы, которые наступят, они просто успевают, это, в медитации. Можно это остановить, но в целом это нас никогда не перейдет. Ну, только что мы пели в мантру, когда-то я с ней все приготовилась, и, ну, конечно, я просто пробовала все. Нет, просто попробовала повторять, что там, конечно, попробовала в день, и у меня жизнь просто настолько как-то не начала меняться. Это уже было очень-очень много лет назад, и вот мы с данными девочками проводили такой длинненький, интересный, написали предусмотрение свое, как институт, ну, как планы на 2020 год. И все-таки у всех осталось, ну, понятно, что делать, надо найти предусмотрение, надо найти отношения, надо там духовно развиваться, а как это сделать, никто не понимает. И вот когда мы повторяем мантру, то есть мы повлижаемся в этот духовный звук, это все естественно происходит. То есть мы и жизнь, и все, и все, и все, и все, и все, и все происходит. То есть у нас есть какие-то таланты, у нее раскрываются, у нас есть какой-то потенциал нашей души быть счастливым, любить, чтобы наслаждаться в какой-то степени, не так наслаждаться в какой-то степени, а по-другому, то есть это другое счастье, чтобы оно более такого высокого порядка, более чистое и более концентрированное, я бы сказала. И весь этот потенциал души, вот с отношением к любви, он постепенно раскрывается через мантру. И наши таланты, наши предназначения, то есть и какие-то материальные, духовные вещи, они все раскрываются. То есть как бы влодок из нашего сердца, он сейчас закрытый, и вот чем больше мы повторяем мантру, чем больше мы практикуем, чем больше этот влодок раскрывается. Я вот вижу на своих друзьях, у всех какие-то таланты, какое-то творчество просыпается, и все это как бы задействует по божественному, и оно как бы все прокляет. Можно просто попробовать. То есть если мы медитируем на телер на свечу, это может научить нас концентрироваться. То есть это может нам помочь потом довольствовать, это он восстанавливается, если это концентрировано на телер. Вот, а если мы медитируем на звука, например, махоманку, которая у нас перед Акаша, эта мантра, которая ведет Акаша, это речи. То есть это как бы личность Богова, пощерная и внутренняя. И мы, получается, контактируем с самым высшим и самым, как бы, что такое общественное. И, соответственно, насколько это сильно влияет на нас, мы не можем это даже с вами видать. Это можно просто почувствовать в этой инструкции, как будет все меняться, и что будет происходить, какие чудеса вообще происходят в жизни. Все это важно. Это же вероятный rumor в других странах. Как вам нужно сказать, что декори, что здесь, как тут в мире, Там есть одна информация, что вот эти инструкции, что они сказали, что в этой инструкции, в этой инструкции, тут ты какие-то города, это очень неправильно. И вы, в этой инструкции, да, вы видите, Вопрос в том, зачем мы это делаем. Вопрос в том, что мы хотим и зачем мы это делаем. Если начать вопрос «Кто я?», тогда будет все понятно. В случае, кому-то интересно. Как только можно прочитать вторую игру «Богово-звитый», мне кажется, это самое лучшее писание. Но это теория. Если мы будем практиковать манурии, если мы будем, например, нелюбленный вопрос, какие-то действия совершать, это можно по-настоящему почистить. Почти вот так под глазами. Если вы говорите самим образом. Вы же быстрее, да? Вы можете говорить «нет», но видишь у меня, например, например, в ремнистрации. Я думала, что это громкость, что он не перминистрировал, что он думал о своей голове, а потом… Что происходит в звуках? Мы с Афи тоже в звуках. Я хочу… Вот мужчина хочет спросить. Мужчина хочет спросить. Мужчина хочет спросить. Увидимся. Clear. they Спасибо. 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 Прокомментировать я услышал очень много вещей для себя, тем более это человек-специалист со стажем, то есть он занимается очень важной деятельностью, психотерапией, психологией, общением с людьми, потому что самое главное – это личности, отношения, то есть все личности и индивидуальности. И очень правильно мужчина сказал, что не снимет себе вот эти маски, как я понял, пока он не станет следовать своей индивидуальности. В принципе, все это бессмысленно, он будет делать некие правильно селфи и все остальное. Самое главное, самое главное – это когда человек, он понял, что можно двигаться в любом направлении, это поставить цель, соответствующую данной личности. Тогда, когда все возможно. Спасибо. 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 Я хотел бы поинтересоваться нашего третьего героя Руслана Кази, дорогой друг, скажи, пожалуйста, что для тебя медитация? Я сегодня почему-то думал о таком примере, который Прабхупада приводил, он говорил о великой святой современности. Он говорил, что медитация в самом полном смысле слова – это любовь. Когда девушка думает о юноше, она постоянно медитирует. И тогда не возникает необходимости в каких-то искусственных способах. Не нужно ставить мутильник о том, что нужно позвонить любимому. Она постоянно об этом думает. И вот это самая высшая форма медитации, самая естественная, самая глубокая. Вот такой пример мне. На кого медитируешь? На кого я медитирую? На кого я медитирую? На кого я медитирую? Одно дело – это идеалы, другое дело – мы. Поэтому, когда мы об этом говорим, я просто думал только что. Что сказать? В принципе, каждый может сесть сюда и рассказать. Очень много правильных вещей, любые ученые. Есть люди, которые читают книги. И медитация на розу, и медитация на мимозу. У нас, может быть, абсолютно много прекрасных вещей, на которых мы концентрируемся. Мне почему-то захотелось задать вот такой вопрос. Друзья дорогие, что вы считаете самой большой проблемой? Какая проблематика у человека есть вообще в жизни? Трагедия жизни. Я бы вдруг один сказал, что все не так, как ты делаешь. Все не так, как ты делаешь. Можно так сказать. Возьмем какие-то социальные. Часто говорят, что война самая большая, самая страшная вещь, да? Что мы тут хуже всем понимаем? Давайте на контакте. Еще хуже. Давайте на время просто уберем. Уберем. Потому что духовная – это некая субстанция, которая… Давайте вот, смотрите, я просто… Мы не будем сейчас думать о духовных вещах, потому что духовные вещи – это некая другая субстанция. Ответ – вопрос на материальном плане. Что… Какая проблематика на материальном плане у людей? Самая большая внутренняя, материальная проблематика. Вот, ну, задумывается… Значит, это… Мне кажется, что… Что-то… Их… Я точно не хочу. В tree-то. Мне кажется, что… В чем это… Поехали. В маше. Похали не будет… Хм… В текущей, кляндикум. Я не могу сказать. В маше. Как я… Продолжение следует... Продолжение следует... И в свое время постулат очень так, как бы... Ну, не то что с сомнениями, но он меня как бы вот... Заставил задуматься. И Бахтинон Токур сказал, что все живые существа хотят одного и того же. Вот давайте мы сейчас вот проведем такой опыт, чего мы все хотим одного и того же. Ну, мы начнем с материального. Потому что духовное это... Материальное это отображение духовного, просто искаженное. Поэтому на основе материального мы можем прийти, что такое духовное. Ну, хорошо. А если Голда нет? Просто есть такая функция у всех живых существ, которая нас объединяет, которая есть и в голоде, и не в голоде, и в счастье, и в несчастье. Вот что это за функция? Без которой мы жить не можем. Ну, желание... Ну, к чему желание? Любовь. Ну, хорошо, давайте просто... Можем ли мы жить в одиночестве? Не только. Не плохо. Понимаете, о чем речь? Ну, даже если человек один, он, на самом деле, не в одиночестве. Потому что в одиночестве может находиться человек, который глубоко постиг себя и свои взаимоотношения с высшим существом. Тогда он, опять же, не один. То есть, на самом деле, нас объединяет взаимоотношения. Понимаете, в чем дело? Это то, что... Это и проблематично, и в то же время это экстатично. Потому что если отношений нету, это проблема. А если отношения есть, и они основаны еще на чем-то подлинном, на чем-то глубоком, например, на любви, тогда это очень ценно. Так мы и говорим о материальном отношении. Это же материальная вещь. То есть мы все... Что? У нас у всех есть друзья, у нас есть возлюбленные, у нас у всех есть дети, у нас у всех есть родители. Правильно? Ну, мы можем, конечно, софистикой заниматься, философствовать, привязываться к словам, но на самом деле мы живем же в материальном мире. У нас материальные родственники, материальные друзья. То есть у всех материальные проблемы, начиная с того, что нужно кушать чего-то, правильно? Смысл заключается в том, что мы не можем жить без отношений. Но вопрос, каких отношений мы хотим. Мы хотим отношений, основанных на любви, на самом деле. Понимаете, никто не хочет общаться со своими детьми не на уровне любви. Никто не хочет общаться со второй половиной не на уровне любви. Никто не хочет общаться с родителями не на уровне любви. с друзьями, тоже как-то... Все хотят общаться на уровне любви. Это внутреннее желание каждого живого существа. Оно неотъемлемое качество. Понимаете, что делать? Это то, что нам присуще изначально. Все мы стремимся к этому. Но как происходит на самом деле? Это то, о чем сказал Руслан. Проблематика этого общества. Самая серьезная проблематика, что мы хотим отношений построенных на любви, настроим отношения, построенные на справедливости. Понимаете? Справедливость это очень ужасная на самом деле штука. Почему? Потому что в нем нет ничего живого. Потому что мы хотим чего-то чистого, откровенного, бескорыстного, а получаем... То есть ты мне, я тебе. Я вот тебе это, ты мне это. Даже в религии, да, люди, они с Богом заключают отношения на уровне справедливости. Там мы несем свечки, ставим и просим у Господа какие-то... Не совсем справедливости. Да, дары там... Здоровье там... Понимаете, в чем дело? Вот это проблематика, что мы хотим одного, а получаем совершенно другого. И проблематика заключается в том, что это продолжается вечно. мы крутимся в этом очень-очень долго. В этой форме жизни, в другой форме жизни. И если мы, скажем, идем в сторону деградации, то после следующего рождения мы получаем, соответственно, более низшую форму жизни. В котором отношения, ну, свинские или собачьи, или какие-то еще... Ну, все согласны с этим вообще постулатом. Руслан, продолжай. И, в общем, я к чему... Ну, я вот когда думал об этом, я вспомнил еще такое выражение, что хуже, чем ненависть одного человека к другому. Сложно разобрать просто вот эту тему. Ну, почему привел пример войны? Ну, казалось бы, это самый край, когда отношения зашли в войну, да? Ну, на уровне там государства, ну, как-то вот оно, ну, привыкли люди. Вся история, 2000 лет, война всегда. Историки посчитали, только среди, ну, в течение нашей эры, 2000 лет, около 200 лет не было войны. А так везде, где-то проходили военные действия. И то, это не считали, это по статистике, такое, что попало под внимание хронологов, да? А никто же не считал, как там, деревья на нерегле, там постоянно полуношколу, футбольные клубы воюют между собой. Но вот на уровне семьи это еще более интересно, потому что что может быть хуже, чем война в семье? Ну, вы знаете, все в фейсбуке об этом. Кто? Говорят, я сегодня читал, если женщина молчит, это не значит, что она спокойная, это значит, что я начнусь апокалипсисом. Вот так вот. Люди просто пишут в фейсбуке. Вот, безразличие. Вот мой друг один сказал, Мархавен Дудас, вот великий современный философ, он пишет. Мархавен Дудас, такие слова. Хуже, чем безразличие, хуже, чем ненависть, это война. Тогда тебе пофиг, в принципе. Вот, и вот представляете, заходит, Махараш недавно, мы были в Запорожье, приводил такой пример, заходит какая-нибудь личность великая, какой-нибудь, не знаю, в стереоискусство, там человек, который может прокачать кого-то очень сильно, или какой-нибудь, ну, такой плохой пример, представьте, человек, у которого есть эвексир бессмерти. Ну, допустим, да, есть или вакцина от СПИДа, а у вас там полосочка, или как это, на тесте, да, положительный результат, у вас ВИЧ. Вот, да, сейчас это очень популярно, он говорит, есть день, были бы с СПИДом, акции будут воинственные. Вот, и представьте, появляется человек, у которого есть вакцина от этого. Вот, и он говорит, ты можешь, как говорит Ицхак Пикасевич, ты можешь, я знаю, ты можешь. Вот, и вот он говорит, ты можешь вылечиться от этой смертельной болезни, вот, до этого нужно всего лишь 39 шекелей, ну, какая-то сумма, вот, и какие-то упражнения в определенное количество раз в день, вот, ты ему говоришь, вот, и поя реакция, да, круто, ну, сегодня черная пятница, скидки, вот, и я пойду с Тыва черную пятницу, скидки там, куплю там два пацани одного, вот, а потом займусь своими здоровьем, вот, и и прочее, прочее, прочее. К чему я это говорю? Потому что есть какая-то важная вещь, есть поезд какой-то, который едет туда, куда нам надо, а мы можем его вот по своей какой-то невежественности, по глухости, вот, не оценить, да, и вот я вот понимаю, сегодня это общались, там, за обедом, с нашими друзьями, я понимаю, что самая большая проблема, это быть космонавтом, это заниматься, знать о медитации, говорить о медитации, я, знаете, я сам лекции даже иногда читаю, рассказываю тебе про медитацию, моя проблема, что я занимаюсь медитацией, да, как-то занимаюсь, я нахожусь где-то в облаках, смотрю книгу, вижу фигуры, вот, поэтому, можно всю жизнь, вот сегодня приводил пример, заниматься какими-то вещами, а в какой-то момент, ну, оказалось, я не чудо, как-то не чудо делал, или представьте себе, да, у меня есть друг один, который сосредел свою жизнь определенной, там, защите каких-то интересов, идеалов очень высоких, можно сказать, он был самуралем, да, он точил всю жизнь свою, меч, у него был очень острый меч, он достиг высот, тридыких высот, а потом взял, отвернулся, и, как бы, своего хозяина, вот это, вот это, вот это, полный, чем мы, вот, то есть, мы не настолько ненадежны в своей жизни, в своих, как бы, мужчина сказал, что, человек, какой-то нецелостный, он может идти из-за что-то, напорваться всю жизнь, а потом взять и порвать это все, куда-то, и что-то делал, и вот есть такое явление, расторплений, да, в духовной практике, вот Махарас больше об этом расскажет, откуда это, что это такое, и вот говорится, что человек, который нецелостный, вот такой, не собранный, да, такой непонятно куда, человек ни о чем, современный человек, это я, ну, о ком мне, вы можете о себе думать, а я сейчас говорю о себе, современный человек, он оскорбитель, он не ценит, он не понимает, он неадекватен, он думает о себе, может быть, что он великий, там, какой-то, я не хочу просто, вам не чижаться, но наша природа, как бы мы не ценим великие вещи, мы не знаем, что такое другое, мы даже когда говорим об этом, вот, вот, а это, ну что, какой выход, мы же говорим, это не для того, чтобы просто сеть, у разбитого корыта, и плакать, а значит, что нужно оценить, нужно понять, что у кого-то есть это, и вот один бизнес-аналитик, он сказал такую вещь, которая очень важна в любой сфере жизни, вообще, всегда и везде, он сказал, хуже, чем возможность, которой у тебя никогда не было, это возможность, которую ты потерял, это у тебя было, вот, у тебя перед тобой сидело, вот, знаете, как в футболе обычное, старый, мы сейчас заканчивали, приводил такой пример, человеческая жизнь, это выигрыш в лотерею, это самая великая победа, да, из тысячи этих сперматозоидов, вот один, который его это оказалось, он попал в цель, и мы родились в человеческой форме жизни, то есть мы с вами все сливчики, победившие в лотереи, и Шитхарма хорошо справил, это с футболом, когда мяч попадает в опасную зону, в штрафная площадка, опасный момент, удар, и грецкие фанаты, отборные грецкие, они побили своих игроков, за то, что они в опасный момент промазали, они побили своих воздюбленных, сколько было, за чем, Шитхарма хажет, человеческая жизнь, это когда стадион ревет, вот, ты, вот, чуть-чуть, возьми эту свободу, ну, статуя свободы, да, статуя, Махтирнан Токур поет, премияная душа, выслушай, эту Благою весть, и обрети эту свободу, она вот перед носом у тебя, зато и в этом зависть еще, вот, мы можем отнестись к этому в серьезности, вот так, вот это время, так, все, но когда мяч находится в середине, там, обычно стадионы не шумят, непонятно, там, когда, когда наша душа воплощается в других телах, это не особо ничего такого, нормально, потому что Фрюша кушает, там, испражнения нормальных, Фрюша кушает, то, что ей положено, когда человек начинает, то, делать то, чего он человеку, это обидно, это писать, поэтому, друзья, это вот, и вот, статы, я не знаю, что об этом, они говорят об этом, вот, и, как бы, ну, я думаю, все и так все поняли, что я хотела сказать, что нужно оценить, то, что у нас есть, вот, и постараться, не замедляя, и не ожидали завтрашнего дня прыгнуть в этот колобой, ну, вот, вот это вот медитация, ну, значит, мы были, не зря прожили день, вот, похоже. Потому что, во-первых, мы стоим на полосе, в этот колодец начинается не только обменяем животного, но и на полосе, но и на полосе начинается эпоха антибиотического использования, эпоха процедов, дополнительной стереальности, замещающей реальностью, в том числе в мире стереальности, которые меняются BeccaPoevra. Человек вот이라고 bones Gazan, который, в котором мы Dotter burning, построена на днести, его органы чувством, переводятся в пaxa. В Thув Sonoчас, Человек подвешен с жизненным датчиком, если он не может задуматься немного в этой системе, в его теологическом леониде, в его направлении, в его направлении, в его направлении, в его направлении. Таким образом, мы получаем человека с искусственного. Человек, который подвешен с ситуальной реальностью. Человек, который подвешен с процессами. И вот тогда возникает он вопрос. Где делается человек? Это полурокус, полуцеловек, полупроцесс, и так далее. Понимаете? И как здесь, какое место для телевидения, для телевидения? Чего-то то, что связано с мамой. Вообще, организация этого. Мы настройка практически сейчас. Мы через пять-десять лет уволены с искусственным директором. Простите. Еще через пять-десять лет, если бы не было что-то, принято с нормальной информацией, то есть институт не было как разговаривать. И до 3 лет. Мы не связаны с переборами, которые не были с ней в美容. Петр, спасибо большое. Я просто видел ваше мнение очень ценное, вы очень интересные вещи сказали, важные. Я увидел, что человек не согласен с неким пераптизисом, который вы озвучили. Мы дадим ему на вас искраться. Во-первых, нет. Мы также представляем что-нибудь функцию. По-моему, это было полно, и мы просто все силы есть. А во-вторых, в силу это отмечается просто в любом моих частях. Ну, то есть, друг говоря, на голове сказано, что у них. В принципе, он уже существует сказано на голове. Мир какого-то общего неразначения. Сказывает, что в жизни с собой сколько он знает, своего коммунистального опыта. Он способствует воспринимать мир, ну, спокойно. А социальная реальность. То есть, это разница, в том числе людей, в том числе людей, в том числе людей. То есть, только один вид, который будет одновременно, в том числе. Это визуально. Я знаю, что это не визуально, а это в том числе людей. А сейчас, да, мы и так же должны сразу быть визуально. В зависимости от того, что мы просто узнаем. Спасибо большое за твоё мнение. Очень интересно, да, высказываются у нас гости. И мне сейчас, вот я не буду никак комментировать, вспоминается тезис один, который часто… Это цитата нашего духовного учителя, который как раз-таки занимается развитием цифровых технологий, иммерсивным, то есть погружающим искусством, да, интересуется вопросами искусственного интеллекта. С точки зрения чего? С точки зрения того, что это выходит на Критабуру, да, это наше будущее, с одной стороны. Но, с другой стороны, это же можно использовать как инструмент для того, чтобы распространять очень глубокие духовные и вечные идеи. Потому что, может быть, скоро мы придём к искусственному интеллекту, но, опять же, наш духовный учитель, он шутит, что он говорит так. Я, говорит, один человек великий сказал, что я не знаю, каким оружием будет воеваться третья мировая война, но я знаю, что четвёртая мировая война будет воеваться камнем и палкой. То есть, в каком-то смысле история повторяется, да. И вот согласно ведической культуре, да, возможно, искусственный интеллект уже существовал. Искусственный интеллект уже превалировал над человеком. И это происходило. Но потом мы снова возвращались к камню и палке. И так далее. То есть, это определённый цикл. И в связи с этим наш духовный учитель, наш продюсер, с вами Аладут, он сказал такую фразу, которая надолго мне запомнилась и меня вдохновляет, когда я начинаю верить в какие-то, скажем, вещи, жёстко ограниченные временем. Вот есть такие тренды, знаете, они во времени. И вот, например, сейчас Новый год, да, для каждого из вас это актуально и важно. И вы к нему готовитесь. Но если Новый год пройдёт, а вы будете продолжать готовиться к 2020-м, к Новому году, то окружающие в Москве, они сказали, слушай, ну, эту тему мы уже проехали. Как бы, ну, это не актуально, да? А если вы зависнете в этой подготовке к 2020-му году, а будет уже 2022-й, то, возможно, у вас кто-то ненавязчиво отвлёт к психиатру и попросит, как бы, рассказать ему про своё восприятие, может быть, так или иначе, да? То есть любые вещи, которые жёстко привязаны ко времени, если мы всегда к ним пристыли своим, ну, интересам, да, это уже может быть нездоровая тенденция. И иллюстрируя этот факт нашего восприятия, наш духовный учитель, он сказал так, он сказал, что мы глюк, наша реальность – это глюк, мы гнём глюк, учитывая наше сегодняшнее восприятие, которое к тому же ещё и подключилось время от времени. Знаете, как, у меня депрессия, у меня стресс, не обращайтесь к этому. Нельзя. Нельзя. Пожалуйста, прошу меня. Я хотела бы узнать, что нужно сказать, вот, когда это наука, наука доказывает, а вот духовная, это было на доказательство. Наука, она реально не может доказать, что духовный учитель? Так вот, отвечать на такие вопросы? Какие вопросы не отвечают? Когда мне будет доказать? Понимаете, в чём дело? Духовное, оно очевидно. Есть очень такая интересная история, она мне очень нравится, в читании «Черетамри» тебе написано, когда был великий учёный Сарабама Батарачария, Сарабама Батарачария, великий учёный, который разбирался практически во всех и материальных, скажем, и духовных науках. Вот, но он был имперсоналистом, он не воспринимал Господа как личный. Он считал, что Господь – это безличный браман. И он, в принципе, своих учеников учил этой идее. И вот, когда он встретился с Господом читаний, а у него был зять Гупинат Хачария, который тоже с Господом читаний был до этого знаком. И он ему сказал, ты знаешь, что Господь читаний – это сам Бог. Он говорит, не может он быть Богом. И они, в общем, долго спорили, Бог он или не Бог. И, в конце концов, Гупинат Хачария, на самом деле, он ему сказал, всё очень просто. Тут ничего доказывать не нужно. То, что я знаю, что он Бог – это его милость. Тогда Сарабам Бутрачария спросил, ты, значит, что, хочешь меня подкалывать, что хочешь сказать, что у меня милости нет, поэтому я не понимаю, что он Бог. Он говорит, ну, конечно, так оно и есть. Понимаете, в чем дело? То есть нам всем не хватает крупицы милости Господа. То есть вот смысл в чем, что трансцендентное, трансцендентное, божественное, духовное, его невозможно постичь своими усилиями. Этого невозможно добиться, к этому невозможно прийти. Вот я решил стать духовным человеком, я решил постичь духовное. Не получится. Почему не получится? Потому что пока сам Бог не захочет, у нас будет просто перед нами стена. Мы можем видеть, мы можем общаться с Богом, но этого не воспринимать совершенно. У нас будет закрыто. И почему мы не будем воспринимать? Потому что у нас нет желания общаться с Ним. Понимаете, мы находимся в этом материальном мире, потому что мы не желаем ничего с Ним общего иметь. Поэтому, как правило, мы с людьми не спорим вообще ни о чем. Потому что если люди имеют какое-то мнение, это их восприятие. Если у людей нет какого-то духовного видения, это их вопрос. Понимаете, в чем дело? Потому что невозможно. Но мы можем просто одну вещь сказать, что на самом деле, если каждый живой что-то начнет себя исследовать, особенно занимаясь медитацией, особенно воспевая святые имена Господа, оно способно, в конце концов, открыть в себе эти, сначала, может быть, сначала маленькие, трансцендентные струнки, но потом все больше и больше углубляясь, живой что все больше и больше начнет узнавать и о себе, и о божественном мире, и об этом материальном мире. И живой что-то поразится на самом деле, насколько это все удивительно и прекрасно. Поэтому, ну, понятное дело, что люди всегда, особенно ученые, материалисты, они будут приходить и говорить, докажите мне, а покажите мне, в чем ваше доказательство. Мы ничего не доказываем. Нужно пробовать. Вот как Анжеле сказала, самое главное – это просто начать. Чтобы каждый из нас, прослушав сегодняшнее общение, не положил где-то на задний угол своего ума и, в конце концов, забыл об этом. Нужно начать. Начать с чего? Начать с того, что утро проводить не за чашкой чая и просмотром какого-то очередного телесериала, а посвятить, пораньше встать, помыться, сесть в какую-то удобную позу, зажечь там, может быть, благовония какие-то и попробовать повторять мантру. Очень просто, на самом деле. Мы же не доказываем, что мантра будет действовать. Нужно пробовать. Каждый, кто попробует, он поймет что-то свое, увидит что-то свое. Вот. И сделать соответственные выводы. У нас нет на самом деле времени, доказывая всем и каждому, что это существует и это полезно. Мы очень ограниченные живые существа. Мы очень маленькие живые существа. Сами очень мало в чем разбираемся. Но у нас есть опыт, во-первых, встречи с святыми людьми. Во-вторых, встречи опыт самой духовной практики. И поэтому с кем, те, кто хотят кто-то об этом узнать, мы всегда готовы этим поделиться. Вот. Но мы, как Швидаре Махараджу, ему как-то задали такой вопрос. Потому что в Индии немножко другая ситуация. Потому что здесь, ну, контингент, скажем, собраний на духовные мероприятия ограничены. Но в Индии, если вы скажете, что сейчас проходят духовные мероприятия, там собираются несколько тысяч человек. Вот. Особенно, если это какие-то святые приходят. И вот, как-то Швидаре Махараджа его обвинили. Сказали, ну, вот вы занимаетесь пропагандой чего-то такого вот духовного, эфемерного, никому не понятного. Лучше бы людей накормили. Или как-то, вот мы как-то в Абхазии, мы были на рынке. Мы просто покупали продукты. И нас продавец спросил, говорит, вы, говорит, чем занимаетесь? Я говорю, мы монахи. Мы повторяем мантру, поем людей, кормим простадом. Вот. И он так посмотрел на нас, ну, лучше бы что-нибудь построили. Ну, понимаете, ну, нужно понять, что каждый занимается своим делом. Ну, Швидар Махараджа, в тот момент он ответил таким образом. Понимаете, в чем дело? Если мы, если мы раздаем лекарства, есть очень много нуждающихся в этом лекарстве. Если кто-то в толпе вдруг скажет, что мне это лекарство не нужно, и побежит куда-то в другую сторону, должны мы за этим человеком бежать и уговаривать его принять. Человек, он должен... Мы имеем... У нас так хватает времени с кем заниматься, понимаете? Поэтому наша задача это... Мы... Ну, мы всегда говорим, что мы несовершенны. Может, мы что-то говорим не так, что-то говорим несовершенно. Потому что мы обусловлены тоже обусловлены этим материальным телом. Мы пытаемся... Пытаемся чему-то научиться. И наша духовная жизнь, она заключается в том, что мы пытаемся то, что мы сами понимаем, делиться с этим другими людьми. Больше того, мы не просто пытаемся этими вещами делиться. Мы пытаемся найти коннект с людьми, чтобы это был какой-то резонанс. Потому что, ну, мы затронули сегодня такой момент, как отношение, общение. То есть, почему у нас нет отношений построенных на любви? Потому что восприятие мира материалистичное, понимаете? Поэтому мы должны затронуть некие духовные струны. Подумать о том, что на самом деле мы говорим не о том, чего мы хотим. Понимаете? Мы добиваемся не того, чего хотим. Мы добиваемся удовольствия, понимаете? Не счастья, а удовольствия. Потому что удовольствие – это то, что движет этим материальным миром. Но счастье, оно духовно по своей сути. Оно вечно в своей сути. Оно исполнено Блаженство. То есть, оно имеет совершенно другую производность. И в первую очередь оно вечно. Оно не имеет времени. Потому что за все то счастье, которое люди воспринимают в этом материальном мире, нужно очень жестоко платить. Понимаете, в чем дело? За все удовольствие начать вот празднование Нового года, который сейчас, да? Люди счастливы сейчас. Вот они ожидают, что сейчас вот откроют бутылку шампанского, там еще что-то. Но на следующий день уже придут последствия. За это счастье, за эти удовольствия, которые человек будет праздновать. Понимаете? И шампанское, алкоголь – это все грубое проявление материального счастья. Это касается вообще всего. Абсолютно всего. Что бы мы ни имели там… Даже сейчас просто у нас нет времени приводить какие-то примеры. у нас сейчас уже, наверное, заканчиваться будет, да, потихоньку? Да, вопрос, наверное, да? На следующий день, это неформальное общение. У нас будет возможность у Нидоли, если у нас будет желание пообщаться с нашими героями, вы можете поддеть к нему, непосредственно подружиться, кто-то спросить, либо что-то рассказать. Так же у нас есть угощение, конечно же. И Махарашинский вы разочтите под воли, также в виде ток-шоу. Вы просто своим присутствием сделали его более глубоким, сделали его более медитативным. С самого начала. Мы, думаю, очень рады, вы так смиренно присутствовали здесь, принимая нашу инициативу, принимая нас такими, какие мы есть. Наша большая удача, что у нас есть возможность дружить с вами, кому-то путешествовать с вами, быть с вами одной сцене. Быть с вами в Союзе Сердец, как наши учителя говорят, что наша семья — это Союз Сердец. И сейчас я бы хотел поделиться с вами тем, что пришло мне в результате моей медитации. Это музыкальная композиция, которая называется «Вечный путь». Лето за летом уходит в лето, стремление к свету, влечет нас к ответу. И наши песни приходят к таким куплетам, где истины нету еще, но и папуса нету уже. Эй, ну же, дружи, здесь отражение неба в луже, говорит о главном нам что? К нам звезды дружны, цель обнаружена, спать не нужно, чтобы увидеть шире нужно, пройти тропою что-уже. А там с великого склона все открывается взором, видно, вот он копает вор, вот она трамка под лозунгом Пором. Библия вторят нам, вторят Горан и Тора, время как ссор выплыхнет ложь из фальшивых нор. Твой приговор – это вечный путь, в поисках сути, сквозь хвосты распятий и загадки распутий. И крути, не крути, не тупи, не тупи, тебе все равно с него никуда не уйти, ведь это твой вечный путь, в поисках сути, сквозь хвосты распятий, и сквозь загадки распутий. И крути, не крути, тупи, не тупи, тебе с него все равно никуда не уйти, рассвет всех разбудит. Мы встречаем рассветы диджейскими сетами, мы по-прежнему в кетто, но нам это не вредно, если мысли воздет их бессмертным ответом, без петли и куплетом. Мы певцы и поэты, и томились нелетно в стволах пистолетов, нам внушали – «Эй, нету прицельного света!» Мы пошли в темноту и достигли рассвета, и рассвет нам сказал – «Ничего кроме нету!» Только твой вечный путь в поисках сути, сквозь хвосты распятий, сквозь загадки распутий. И крути, не крути, тупи, не тупи, тебе все равно с него никуда не уйти, ведь это твой вечный путь в поисках сути, сквозь хвосты распятий, и загадки распутий. И крути, не крути, тупи, не тупи, тебе все равно с него никуда не уйти, Рассвет всех разбудит, принят в весна, Поверши нам ответственно, Туда, где никогда не умрет весна, И пусть кричит нам под ногами бездна. Это время решить отступление неуместно, Принят в весна, Поверши нам ответственно, Туда, где никогда не умрет весна, И пусть кричит нам под ногами бездна. Это время решить Отступление неуместно Мы встречаем рассветы Дежурецкими сетами По-прежнему в гетто Нам это не вредно Если мысли воздетны Бессмертным ответом И стыкли куплетом Мы певцы и поэты Лето за летом уходит в лето Стремление к свету Причет нас к ответам И песни приходят к таким куплетам Где истины нет еще Но и папа за нет уже Есть только вечный путь В поисках сути Сквозь хвосты распятия И загадки распути И крути, не крути Тупи, не тупи Теперь никуда не уйти Развет всех разбудит Рассвет всех разбудит И где-то в глубине Где-то в глубине Всех на одной волне Дорогие друзья Это мероприятие Возможно до конца понят не каждому из вас Но Какие-то моменты все-таки были Как однажды сказал наш учитель Гасланд Махараш Давая лекцию Пятиста китайцам И вы предупредили Сказали Гасланд Махараш Вы настолько Вы горки филосов Что мы вас очень Большим трудом понимаем Ваши ученики А сейчас вы будете давать Лекцию Пятиста китайцам Которые Ну и антиски не сильно Это знают Но они не очень-то поймут Наверное О чем вы говорите Поэтому постарайтесь Пожалуйста Очень легкий темп Какой-то Задать Черное Белое Горячее Холодное Про какие-то такие вещи Можете поговорить И Гасланд Махараш Сказал Окей I will try Я постараюсь И в общем Начал он вроде бы С простых вещей Он сказал Китайцы привет Китай Классная страна Восходящего солнца Все такие Да-да Он такой Все наверное знают Что такое И Все такие Пятьсот голов Такие Да-да Махараш Такой И все наверное знают Что такое Яй Мы знаем какие уже все открытые сердца Ну и после этого Махараш Нырнул куда-то вообще На невероятную глубину Теистической концепции Рассуждая о том вообще Каким образом Этот мир связан С духовной реальностью Как 14 разных миров Шаг за шагом Рефлекторным способом Перетают Отражение Одного Другое Вытикает И так далее В общем Писот китайцев Два часа Они очень внимательно Пытались понять О чем идет речь Вот И после того Как все прошло Ученики Они подошли Ко своему Махарашу Сказали Махараш Спросил Как все прошло Ученики сказали Махараш Все было отлично Махараш сказал Ну хорошо И ученики сказали Махараш Понимаете Такая фишка Что скорее всего Не совсем поняли О чем вы говорите Махараш такой Да Это проблема Я наверное Зал слишком высоко Ученики сказали Ну да Было высоковато Махараш Подумал И сказал Ну зато вибрацию Они почувствовали И это была правда Все 500 китайцев Которые присутствовали там Они почувствовали эту вибрацию И поэтому для нас Очень ценно Просто оказаться в обществе Человека Который очень глубоко Может быть переживает реальность Наконец просто рядом с ним Может быть даже на разном языке Говоря И даже не общаясь Он может все равно что-то почувствовать То есть некое вдохновение А вдохновение Все Каждый из нас испытывал вдохновение Каждый Может быть Каждый день ищет это вдохновение И вдохновение Оно откуда-то приходит к нам Оно не то чтобы так вот На ровном месте рождается Оно приходит к нам Откуда-то Как энергия Которая ниоткуда не берется И никуда не исчезает И поэтому Цель и задача нашей жизни Цель и задача нашего поиска Это искать божественное вдохновение Развивать Обращать это внимание И делиться этим вдохновением С другими людьми И наше сегодняшнее мероприятие которая называется «Ведик Ток Шоу», оно существует специально для того, чтобы в таком разном формате искать возможности делиться с вами тем вдохновением, которое есть у наших героев. И сегодня в нашей походной медиа-студии были очень дорогие люди для меня лично и наши гости. Это Руслан Кази, это Анжали Дейли. Спасибо Руслану. Анжали Дейли. Кстати, Деничанка. И Хрисикеш Мухараш, который приехал к нам издалека, в Ренатремени. Совершает такие круги по Украине и радует нас своим обществом. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что вы с нами. И Мухараш, Руслан, Анжали, и Деничане, неравнодушные люди, которые представляете себе, оторвали свое внимание от Нового года. Возможно, кто-то про Новый год даже забыл, пока присутствовал. В этом зале они пришли для того, чтобы послушать о том, что же такое сокровище медитации. Мы желаем вам, друзья, медитировать. Мы желаем вам обнаружить эти сокровища внутри себя и делиться этим капиталом с другими, с окружающими людьми. Спасибо большое вам, отдельная, Петр. Я с вами сейчас поговорю отдельно, я вам тоже пошел потом, скажем так, благодаря вам. И диджей Паравьема, который приехал к нам из Калининского музея Дома. Представляете, что вы сейчас выйдете немножко на взрывы за своим трансцендентным звуком. А у нас появляется возможность, ребят, пока что еще, пообщаться немножко с героями, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста. Мы надеемся, что вам получилось создать дружескую атмосферу. Мы хотим дружить, мы хотим общаться, мы ничего не требуем, мы хотим просто, чтобы вот между нами происходила какая-то коммуникация. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, кто заинтересовал, подходите, общайтесь. Нетворкинг, как говорит нам друг лебедь. А еще, если у вас, если у вас, если у вас, если у кого-то вдруг появилось желание поддержать наш проект, а мы поставим на паночку с пожертвованиями, это абсолютно необязательное действие. Но если у кого-то есть желание пожертвовать на развитие нашего проекта, на наши следующие шаги, выходить с этим проектом, ездить безостановочно по всем городам, вы можете осуществить какое-то небольшое пожертвование, будем вам благодарны. Все. Нетворкинг начался. Абжалий, привет! Привет! Ну что, как? А? Как? Нормально. Нормально? Понравилось? Пентасевич тебя больше всех не бывал, да, на его сеансе? Нет, я не бывал. Нет? Только рекламу видел. Я просто... Я его типа маскинг, типа его... ...маскинг висит. А, перегон! Я просто приходит. Друзья? Существует... ...вот... ...связкинг висит. ...вот... 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 Как вам? Можете пару слов сказать для нашего канала? Для вашего канала? У нас это Видеолайф ТВ. Мы развиваем отдельные направления. Ну и все, что касается таких мероприятий, мы транслируем в эфир. Видеолайф ТВ. У нас на фестивале Видеолайф. То есть у нас целое движение, все, что связано с ведической культурой, и все это транслируется. Просто интересно, послушать были в Шейландии. Что вам запомнилось больше всего из того, о чем мы говорили? Не, ну интересно было услышать понятие в том, что является медитацией. У каждого свое видение или свое восприятие. Хотелось там, допустим, услышать, да, услышать там человека, который абсолютно ничего в этом не понимает, услышать мнение разных людей, кто о чем думает, как это видит и кому это дает, и на чем это останавливается. Ну то есть, допустим, вот вашего гостя все-таки удовольствует услышать, ну одно из своих понятий, которые я выложу в медитации, это инструмент достижения определенной цели. Своей, каждую работу, да, кто-то хочет там обогатиться духовно, кто-то материально, кто-то медитирует ему иметь больше здоровья, кто-то хочет медитирует, я не знаю, иметь больше денег, кто-то больше энергии для какой-то своей творческой направленности. То есть, по сути, это просто средство достижения какой-то? Да, свои средства, это для тебя какой-то определенный канал видения или глубины внутри себя найти то, чего тебе не хватает, или максимально сконцентрировать энергию и в последующем направить для того, чтобы тебя условно подзарядить для достижения определенной цели. А вы сами занимаетесь, медитируете как-то? Да, но есть такие поползновения, практики. Нет, самое интересное, допустим, вот писать на танцуются, да, сейчас ты его с таких мероприятий, да, в Миннице. Самое интересное, в определенный момент такой медитации, что меня отдельно затронуло, видение определенного символа, да, в процессе медитации. Мне было просто интересно найти, что это означает. А в тот момент медитации, да, действительно, было какой-то поток мышления на благополучие, на успех, на какие-то цели в работе своей материальной. И когда я начал искать, что же это означает или с чем это связано, тогда я нашел, что это есть в буддийской, по-моему, лингвийской мифологии, да, там, где вот разные животные, будды, да, в такой бог Ганеша, оказалось, что вот на виде этого слона выбитый это определенный символ, знак. То есть мне было интересно открыть, почитать, каким он является, это божество, там, с чем связано, что расшифровывать. Опять же, вот такие знаки, они приходили в тому время определенной медитации. Потому что это связано с погружением в какое-то определенное состояние внутренней концентрации. А если бы вам сказали, что вы, ну, вечная душа, ну, бессмертный, да, о чем бы вы тогда медитировали? Ну, понимая, что, как бы, на деньги, там, или там, на мотоцикл, там, или на, ну, какие-то такие приземленные вещи, ну, нет смысла, ну, если я вечный, да, то есть вот, что бы вы пожелали тогда, да, как светик-семицветик, какой бы вы загадали тогда? Ну, я думаю, что у каждого есть свой царь. Вот просто я к чему, я еще расскажу анекдот такой, ну, какому-то человеку, который любит работать за границей, ему сказали, вот, загадай желание, он сказал, 25 гектар больше и штукатуре только я. Ну, понимаете, как бы узкие такие, вот, как бы... Сознания. Да, да, вот, как бы, представьте, что вот эти рамки, как бы, разошлись. Загадают в рамки, да, то есть, если они чисто стираются абсолютно в виде материальном. Да, вот, да, вот представим, что, ну, как бы, нету этих рамок, как бы, да, нету этих вопросов, потребностей налоговых, нет сейчас. Что бы мы хотели, вот, зачем бы мы пожелали, что бы мы попросили? Не, ну, есть, в действительности, то, что Лупо с вами поднимался, вот это состояние внутри семьи, внутри людей, да, вот это желание общения, чтобы оно было максимально гармонированное, гармонизированное, да. То есть, мы понимаем, что у каждого у нас там внутри семьи, внутри работы есть, у каждого свои друг-другые претензии, да, или какие-то оплаты. Измененность и экзампорт на всем, да, но развивается в абсолютной гармонии, без таких перепадов, да, что вот огнело или там сильной радостью, чтобы оно имело вот такую атмосферу полного, да, счастья у людей в баре. Что же дома на дверях написать «Сильно не радоваться»? «Сильно не радоваться», «Сильно не радоваться». «Сильно радоваться в меру». Мы понимаем, что каждый из нас мы коммуницируем, общаемся, да, на определенных энергоинформационных волнах, уровнях. Да, да. Вот наша задача найти вот эту общую волну. Гармония, занята. Да, без каких-то сильных потрясений. Вот эти потрясения, они, мы же понимаем, что рано или поздно они в любом случае влияют на наше физическое здоровье, да, или поведение, или поведение на других людей, то есть это абсолютно взаимосвязанное имение. Ну, или мама говорила в детстве, сильно это, сейчас сильно смеешься, или будешь плакать сильно, в меру, да. Ну, это хорошее пожелание на Новый год, я думаю, гармонии, да, людям, взаимопонимания. Ну, да, вот в каждом мы пытаемся найти, и так, как говорил психотерапевт со стажем, что это определенная гармония, баланс определенной точки, да, то есть, или баланс наших несоответствий, да, найти вот этот баланс несоответствий, в этом, наверное, есть определенные, определенные, да, точка этого баланса, точка гармонии. Ну, да, собрать себя в кучку, да, не, ну, да, да, это одно из, да, да. Ну, по сути, все же сводится к тому, что мы ищем любви, ну, какой-то гармонии, любви, какого-то общего чего-то, что нас объединяет. То, чего, в принципе, всегда бабушки желают, там, на день рождения, счастья, здоровья, но просто, как бы, глубина понимания этого, да, кто-то скажет, вот, люблю, стандали куплю, ну, то есть, как бы, любовь, она же у каждого тоже своя, да, вот, а вот есть же градации этого, есть более возвышенная любовь, как бы, есть любовь к каждому живому существу, есть любовь только к своим детям, да, то есть, все относительно. Теперь же в определенном понятии ты понимаешь, что получаешь какой-то кайф от жизни, да, то, что тебе окружает, то, что ты делаешь, то, что у тебя в семье, то есть, если ты занимаешься любимым делом, если есть у тебя, там, ну, каждый из нас, то, что мы говорили, да, медитация, мы же, по сути, не знаем, у кого, какой там талант или... Не все мы в этом зале можем выбежать стометровку из десяти секунд, либо не все будут дизайнером, архитектором, да, кто-то будет музыкантом, кто-то конструктор, дизайнер одежды, у каждого есть свое я, которое мы уже с ним родились, да, умение найти его и разведить каждого из нас. Да. Кто-то барабанщик, кто-то музыкант, кто-то строитель. Найти свое место. И очень самый сложный вопрос, когда там после института, вроде, школа банально задается вопросом, кем ты хочешь быть или что ты будешь делать, ну, это никто, мы не знаем. А варианты предлагают, как правило, из сериалов, ну, то есть, как бы, человек и выбирает, да, вот. И страшная вещь, вот Махараш недавно сказал на одной из встреч, говорит, я ведь заметил, люди, они даже общаются фразами из сериалов, ну, привет, как дела, все ок. С заготовками. Да, то есть, люди, да, это очень страшно. Поэтому, ну, как бы, ну, хочется, что-то как-то проснуться немножко от этого вот коматоза, ну, как-то подышать свежим чем-то, вот. Есть даже и сознание найти кто-то, там, закончил факультет географии, стал директором зернового элеватора, или, там, менеджер турфирмы, оказывается, у нее руки стоят быть кондитером, но она почему-то не пошла сразу учиться. Когда ты знал, все равно, рано или поздно, он найдет этот свой круг. Только, вот, будет писать стекили и заниматься музыкой, вот это он получает удовлетворение внутренней кайфе. Он считает, что через вот этот свой круг или свое созидание он несет какую-то, там, радость людям к себе и окружающим. Какой-то момент нам надоест быть обманщиками, и на чем делать то, что нам надо? Да, очень сложно, да, выйти за рамки этого шаблона или за рамки заниматься тем, что диетраме. Да. Как, как, знаешь, старая байка про этого императора, который любил выращивать запусты. Может, он хотел быть агрономом, а не быть императором. Карма, а карма, вот, быть императором. Карма, быть императором, просто хотел искать агроном. Это, как у нас говорят... 25 гектар подвинется и... Как у нас, скажут в Полтаве, хороша карма, это тоже карма. Хороша карма, это тоже карма. Хороша карма, это тоже карма. Да, да. Из Полтавы, да. Не, у меня друзья там просто. Да, было, да, очень приятно. Ну, пожалуйста, продолжайте думать об этом, вот. Просто я уверен, что мы с вами тогда еще где-то увидимся, уже в сотрудничестве каком-то. Потому что мы копаем один огород, я вот понимаю. С кем они общаются, ну, я понимаю, какое-то взаимопонимание. Я говорю, слушай, мы вот с тобой один огород копаем. Ну да, только я, говорю, там с Востока, а ты запада там копаешь. Вот. Как вас зовут? Юрий. Юрий, меня Руслан. Очень приятно. Очень приятно. Есть у вас контакты наши, вы получаете какое-то приглашение где-то? Мы, по-моему, через это. Через Телеграм, да. Телеграме. Через Куда, да. Телеграм Винница, да? А, о, прекрасно, все, мы тогда не потеряемся. Счастливенько, удачи вам. С наступающим. Спасибо. Как вам? Супер. Как вас зовут? Коля. Коля, очень приятно. Руслан, подходите там с ребятами, общайтесь. Я хочу Аржуна спросить, кем можно встретиться, есть какие-то общие медитации. Да, да, да. Вот с этим уже Анжали девочка, он стоит, с Веленьком, с Витой. Ну, она была, можете к ней подойти. То есть Аржуна там же, а. Ну, или к нему, да. Ну, да, регулярно в Виннице у нас ребята есть постоянное место проведения. И они вот Новый год сейчас готовят. Поэтому, друзья, кто хочет провести Новый год в Виннице, без алкоголя, с вегетарианскими фадриками, пишите в комментарии. Вот. И Коля тоже придет на Новый год. И мне очень нравится, когда ты рассказываешь. Можно узнать, да? Да, да, да. Вот как ты, я смотрел, ты, шел тоже, но ты снял, рассказывал, что-то, как-то все человеческими словами и какими-то примерами. Очень интересно. И я тоже достаточно прикольно внимал, а почитал, поизучал, попрактиковал, так как-то, и, по сути, как бы, даже среди своих знакомых, не то, что, как бы, есть какие-то, которые интересуются. У меня нет таких уже более высоких полетов, поистей, что-то. А, не хватает высоты. Да. Знаешь, я тоже, когда вот, ну, начинают говорить, вот этот мужчина, вот Петр сегодня, ну, он говорил такие вещи, в принципе, интересные. Ну, когда вот начинается какая-то бытовуха такая, ну, я просто засыпать начинаю. Ну, да, да. И мне вот хочется, как бы, там, мертвую петлю, там, сделать, ну, что-то такое интересное, как бы, вот. Вот, это круто. И у нас, ну, как бы, есть, вот, про Госвами Махаража сегодня Аржуна говорил, то есть есть учителя, даже вот Хрешкеш Махараж, он очень глубокий человек, несмотря на то, что говорит простыми словами, как-то, как бы, по-бытовому, я бы сказал. Ну, такие тонкие вещи подмечают. И вот, и вот ты понимаешь, какой-то момент, что вот хочешь вот этого, да, вот, что-то тонкое такое. Да, да, вот, ну, вот это вот. И я не знаю, вот, я в интернете тоже много общаюсь, у меня есть своя группа, как бы, я слушал специально для того, чтобы находить тех людей, с которыми могут быть. Но заметил такую вещь, что не хватает, ну, вот, да, то есть и человек, где есть, но вот не хватает, то есть, ну, его долго не хватает буквально. Может быть, это, там, два-три вопроса, бывает, там, день-два, там, да, человек хватает, ну, заметил, кто с ним вообще, кто-либо вампир какой-то, или еще вот эту энергетическую информацию выделал с ним, он, он, он меня интересует. Ага, да. И все, он, ну, пропадает, как-то... Ему неинтересно становится? Мне неинтересно. А, тебе неинтересно? А, ну, надо смотреть надо, ну, мы же учимся, общаться. Да, да, да. Ну, тут не обязательно вампир, может быть, ну, просто, ну, как бы, ты, как, знаешь, математик, к примеру, очень продвинутый. И понятно, что тебе со школьниками будет неинтересно, там, дважды, два, четыре палочки рисовать. Или просто найти свой круг. Как говорят, птицы одного пера, ну, ищут свою стаю. Понимаешь, просто найти свой круг общения. Ну, да. Своих физиков, ядерчиков. Потому что, да, 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 нердов, но это нормально, потому что всегда гения в меньшинство. Это, ну, просто закон. Всегда, чем выше идея, тем меньше ценителей. А чем попсовее, то есть порнуху все могут оценить, порнографию, ну, я имею в виду дешевую какую-то, вот. А чем больше, чем тоньше, чем глубже, тем, ну, если... Прежде была обидно. Ну, просто ты не понимал специфики. Я сам тоже, как бы, так, обижался, не понимал специфику. Ну, гениям всегда, вот, одиноко, потому что мало с кем разделить, но они есть. И они друг друга ищут постоянно. Ну, и когда-то находят, и, как правило, это как настоящие друзья, их всегда единицы. Но они навсегда. Ну, в таком роде. Я вот пришел сюда с такой целью, уже не первый раз прихожу. Именно как раз для того, чтобы, вот, вообще, найти общихих друзей, для того, чтобы общаться все-таки. Ну, да. Вот с тобой очень интересно. Вы бы хотелось бы пообщаться, но не сейчас, не в данный момент, потому что здесь свера чуть-чуть другая. Да, да, да. Вот, как делать это, ну, общаемся. Да, да, конечно, пообщаемся. Даже прогуливаясь, ну, в одной дороге, в общем чате. Все как-то так воробятся. Вроде бы, как сначала, там, все умные-умные, а как пообщаться выйдет, никто не хочет. Ну, напиши, Арджуни, подойди, пообщайся, договорись вот. А ты вообще на долго ведешь? Я, не мы завтра уезжаем в Киев, но мы приедем еще, будем периодически приезжать. А ты в Киеве не бываешь? Ну, в основном, да, вот сейчас мы были в Харькове, Запорожье. Путешествуем по разным городам, вот. А в Винницкой области у нас есть еще замок. Да, да, слышал, да? Вот, мы туда поедем 5-го числа, на рождественские каникулы. Что, может быть, ты бы туда мог подъехать. Это классно. У меня еще просто дело в том, что проблема, ну, как мы с финансами и за временем. Ага. Для того, чтобы слушать, нужно поработать. Понятно. Да, вот эти мероприятия не совпадают с моей свободной временем. Ну, поэтому, когда работаешь, ты медитируешь на нас. Думаешь, как бы, о встрече, готовишься, да, и вся жизнь, она превращается в медитацию. Так оно и есть. Ну, у меня так было во всем, ну, у меня и сейчас так, да. Тоже так было. То есть я, по сути, знаешь, вот как я живу, я где-то всю неделю, ну, я так себе представляю, как будто я начиняю петарду порохом, а потом воскресенье, ну, вот в таких встречах я запускаю салют. А еще лучше, как правило, да. А бывает еще лучше. Бывает так, что петарда падает, и она бьет. Ну, то есть, как бы, понимаешь, и вот это вот и есть подготовка. То есть ты всю неделю, ты медитируешь, ты на то, что ты скажешь, как ты, как ты встретишь людей. Но получится все равно в зависимости от того, ну, какая ситуация. Например, вчера у нас в одном заведении обматерили. Но я не планировал, что так будет. Но администратор был там, не выспавшись, он сказал, какого там, это, туда-сюда. Но мы с ним зато потом подружились, обнялись, я ему подарил боговадгита. То есть все было круто, на самом деле. Но все равно все будет, как бы, не всегда по сценарию. Но это нормально, я уже привык просто. Ну, да, да. Я уже, я знаю, что будет все не так, как я уже планировал. Ну, ловушка, железно проверена, что ли, сто процентов? Ловим маневр, и все. В логике миллион вариантов, и ни один не сойдется. А в жюсту одно, я всегда так говорю, и он единственное правильное и верное. В общем, пообщайся с Жуной, вот, оставь ему контакт свой, хорошо? А я у него возьму, если сейчас неудобно мне записать. Да, ну мы вот это, в Фейсбуке, но я и в Круссии. А, да, напиши мне тогда, хорошо? Окей. И это я тебе напишу, может быть, завтра утром еще будет время в Виннице, может, ты там в гости придешь. Ну, если там, я еще, я пока не уверен точно, я не знаю, как у нас завтра утром сложится, но буду знать сегодня вечером, и я тебе напишу. Смотри, я тебе сразу скажу свою аватарку, но это Двинг, на самом деле. Ну, черкани мне просто, влечку. Это Двинг, а есть еще войну настоящую? Да, секундочка, секундочка времени. А, вот, моя аватарка, Иньянь, понял? Иньянь. Ну, это Двинг. Дополни эти истории. А как ты подписан? А, все, я понял, я тебя в последнее время часто вижу. Хук-хак, да. И Борисов Николаев, ну, это мой реально, там только реальные друзья, которые не понимают этого движа. Я понял. Поэтому я создал Двинг, как бы. Окей. Хорошо, ты на этом понял. Да, хорошо, Гуля, рад был познакомиться. Все, на связи. Спасибо. Ну, что, дядя Саша? Офлубинчик. В общем, я закинулся. Ну, давай. Закапывался. Ну, давай. Все. Медицинский способ нашей компании Афлубин. Афлубин. Закуска не нужна. Медицинский способ нашей компании Афлубин. Как вам вот впечатление? Мы еще в эфире. Пару слов скажите позитивно. Я просто единственное, как бы не привык к такому формате, потому что я бывает, что я не теряю мысль. Ага. Когда у разных зрителей, а у нас это было просто учиться. Ага. Вот какая-нибудь еще есть формат. У девочки очень, на самом деле, хорошая форматность. Она всегда это возможность с людьми общаться. С разных, как и облегчение, вот так вот. Такой горный дневократик, еще не гибло скаландоров. Позитивно. Пожелаете что-нибудь нашим зрителям на Новый год? Давай. Желаем с этого Нового года все остальное жить. Исключительно полное прессия. Офигеть. 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 Здравствуйте, поближе. Как вам? Какие впечатления? А что больше за все пометовывалось вам? Мандра. Мандра. Когда спевали? Ну, я не спевала, я, честно, еще пока не знаю, но мне очень понравилось, намагание сконцентроваться на судьбе, на этом моменте, это очень круто. Я хотела сказать, вы читаете лекции, правда, в Киеве? Трошки. Я просто хотела, может быть, в Киеве выходить, когда у меня будет? Да, конечно. А куда? А вы есть в Фейсбуке? Да. Можете мне додать у друзей? Я вам напишу всю инфу. А вы из Киева, вообще? Я в Киеве навчаю сюда, не могу. Ага, круто. Мы там будем проводить Новый Рек, святкувати. А, ну, навіть кілька днів. Ось. Руслан англійською. Как так? Кази. Остань. 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 Пойте дома спевать. Запоминали мантру? Да. Как вас зовут? Таня, очень приятно. До свидания в Facebook и в Киеве. Да, спасибо. Я, конечно, не обещаю вас. Я, конечно, не обещаю, потому что, ну, навчаю Шевченко, там очень сложный график, в общем, воевать не будем. Но, как только будет возможность, я тоже поройду с помощью. Мы также делаем эфиры, прямые трансляции. 18-го у нас будет в Киеве фестиваль Веда Лайф, зимковый. И будет с вами Ават Худ. Может, слышали про него? А вообще не было на нашем фестивале? Очень понравится вам. Просто не буду ничего сказать, просто скажу, что вам очень понравится. А там увидите сами. А на кого вы учетесь? О, круто. А какая мова? Английская, а немецкая, а страничка можно избавиться вообще-то. Прикольно. Ну, желаю вам всего наикращего в новом уроке. Спасибо. Спасибо, что увидимся. Спасибо. Спасибо. Счастливо, пока. Так, ну что, вторая волна. Ну что, будем уже... А я сейчас снова встречусь, а потом... А, вас Наташа зовут тоже? Наташа, Наташа. Не Наташа. Не Наташа. Не Наташа. А вы Мандалы рисуете, да? Кто-то из вас Мандалы рисует? Я пойду. Да? А. Окей. Мне бы сегодня сказали, что в Виннице есть какая-то Наташа, которая Мандалы делает. Это она. Да? А, да. Да, интересно, как дела решится Мандалы. А Акелонанда Прабу передавал привет. Вам, да? А? А? Не, не из Ровна. Из Харькова. Акелонанда? Акелонанда. А? А? Не, он ничего не делал. Просто передавал вам привет. Привет. Если он вообще из Ровна, если это кто-то, о котором я думаю. Андрей Коско, который... А? Андрей Коско, который... Андрей? Да. Ну, наверное, не он. Не, наверное, его. Наверное, Саша. А, ну да, наверное, другой. Ну ладно. А, ну да. А, ну да. А, ну да. Так, ну что скажете? А? Что скажете? Я уже второй раз. Действительно, раз. Понравилось вам? Намного лучше приходить на пенсионеры. А вот, вешая, приходить на свою старочку. Мне нравятся вот такие инструменты, блять. Очень интересно. Ааа. Прекрасно. С самого раннего времени, я всё время мечтал о том, чтобы играть на барабанах. Но... Не, не на вот таких вот. А, да, вот такие вот. Ааа. Прикольно. Ааа. Ааа. Какое-то такое вот это, что он нравится делать. Ааа. Говорят, что в Страдиваре он тоже делал барабаны. Слышали такое? То есть он для обычных людей делал скрипки. А для настоящих мужиков он делал барабаны. Страдивали. Страдиваре. 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 Ну что вот вы с собой унесёте сегодня? Печеньки. Печеньки. А вы ещё не скушали их? Не, я жене хочу прийти. Ааа. Страдиваре. Страдиваре. Под конец года наконец-то решил себе что-то для себя найти. А то, в чем мы ребята гуляем. Ааа. 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 Страдиваре. Страдиваре. Ааа. Вот как бы. А Новый год уже есть планы? Выжить. Выжить. Это круто. Главное вышить. У нас в духовной практике тоже говорят. Самое главное это удержаться. А остальное придёт. Ахахахаха. Ну надеюсь что. А что пожелаете людям в Новом году? Ааа. Ааа. Кто вам заход? Самое главное это. Если есть как можно больше и красиво. А если у вас есть негатив. Старайтесь что. Сделать себя. Перерабатывать. И выхитывать так чтобы если все получилось. Ааа. Прекрасно. Переплавлять. Я совсем недавно написал. Ну пост. Как говорим в аршопе. Я пишу иногда поцессии какие-то клаванике. Ааа. И вот на своей странице написал пост. А как у меня есть. А как вас зовут там? Юрий Вухгенрович. Оо. Я вам сегодня писал. Или Анжали или яга. Ага. И то можете почитать там крайний пост как раз таки об этом. Нейродной грязи и лечение плохого. плохого плохим. Ага. Вот. И там вот как раз есть на переплавлении негативов золота. То чем я в общем-то и живу. Все стремятся к тому, чтобы было солнце, счастье и любовь. А у меня жизнь такая, что очень много порогов у меня негатива. Ааа. Но она красота не потих abaadt bana и сceptionал querer у меня ничего нет. Ааа. Вот и вот что. Только маленькие дети бегут по аналогам. С того, что они теперь называют всё. Оно очень круто. Да, но вот когда я садился в Миссайс, и об этом, я сил не положил. Просто я себе даже не знал, что вообще писать в нём. В голове пусто было. А вот когда какая-то жуткая такая движуха, я сажусь, и у меня прям пальца вот так вот сразу. Если надо что-то написать, то я думаю, что вы нашли своё топливо. Да? Прикольно. Я очень вечно, вечно и бескритично стерплюсь, потому что, чтобы испытывать всё тёмное. Потому что, ну кто если не я? Я дракон, скорпион. Ещё у меня там этот самый... Затемный зверь какой-то, очень такой агрессивный. Поэтому, я и решил себе пытаться некотиологи поделять. И это очень классно. То есть, я когда умудряюсь это делать, у меня это получилось. Можно я скажу пару слов? Привет, дружи. Я скажу пару слов об этом человеке. Я являюсь... Сейчас он меня спалит. Я являюсь подписчиком. Я являюсь его фолловером. Причём меня поражает, что фолловеров на данный момент у него походу делал только один я. Я тоже у него друзья. Уже подписался, да? Янжары, да. Один-то в чём? Один-то в том, что он пишет нереально глубокие посты, в которых делятся своим чувством, своим проживанием мира. И это мне очень близко. Это всегда неожиданно, свеже. И я надеюсь, я сделаю всё возможное, для того, чтобы как можно больше людей соприкоснулись с его творчеством в этом формате. Я буду подписывать вас на него. И мне достойно внимания вас. Поэтому я очень рад, что ты пришёл сегодня и провёл с нами время. Вот, это ценно. А ещё вот журналист. Когда приезжал с вами в Аду, он написал в свою СМИ, он написал хорошую статью, в которой очень легко выразился о произошедшем, о с вами, о наших идеях и так далее. А, я считал, это... Прекрасно. Спасибо тебе большое. За то, что ты с нами. Да, прости, что сегодня я ничего не отписал, потому что мне сказали, что никто это читать не будет. Ну, это личное решение моего редактора. И у Пиванчо, это хороший человек. Вот, все приехали. В общем, но я решил сегодня сюда прийти, просто отдохнуть. И дотянуться до такого парамата. Я очень даже не пришёл именно отдохнуть. Привет, как ты? Как ты? Хорошо. С вами сегодня доедешь? Да. А, да, ну, ещё пообщаемся. В поч room for. Нам предвидимся. Ууууууууу. Хехехе. Ага. Продолжение следует...